Сюрпризы в духе бац и вторая смена вскоре станут пережитком прошлого. В Самаре выполняют поручение президента о переходе школ на односменное обучение. Сейчас в городе идет активное строительство двух школ в поселке Крутые Ключи и в Волгаре. В планах они откроют свои двери уже 1 сентября этого года. Если мы эти две школы откроем, мы уже 7 школ переведем на односменный режим. У нас сегодня в районе Красноглинском 33, 103, 122, 156 школы все учатся в две смены, потому что мы туда осуществляем подвоз из Крутых Ключей. Там дети у нас рождаются в геометрической просто прогрессии. И в Куйбышском районе тоже будут переведены на односменный режим. То есть мы уже на 9% снизим количество школ, которые у нас обучаются в две смены. Чтобы закрыть вопрос второй смены полностью, нужны 13 новых школ на 12 тысяч человек. Городские власти уже нашли подходящие площадки под строительство. Все проекты планировки территории утверждены. На некоторых участках инвесторы уже начали проектирование. Практически все инвесторы готовы передать в муниципалитет земельный участок под размещение этой школы. А еще один инвестор в заводе имени Тарасова, они уведомили нас, что школу на 1600 мест они сами будут и проектировать, и строить. Использовать типовые проекты школ поручает глава Самары Олег Фурсов. Так город быстрее по федеральной программе получит деньги на строительство. Федералы деньги дают под конкретные проекты. Понимаете, мы с вами упустим год. В следующем году денег этих не будет. Значит, строительство отложится на после 2018 год. Значит, так нельзя относиться. Еще раз, Елена Юрьевна, вы обязательно прошу вас, вместе с Лилей Викторовной, отсмотрите все эти площадки, установите календарный график, когда эта земля будет оформлена, передана, какие существуют проекты в других субъектах, на указанную численность школьников, и сколько будут стоить затраты по перепроектированию подключения. Новые учебные места появятся и на базе уже существующих школ. Так, где архитектура здания это позволяет, появятся пристрои. Список таких заведений уже составлен. Также будут восстанавливать и те здания, что были когда-то перепрофилированы, а теперь вернулись в систему образования. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.